Владимир Мазур 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 которые закончили военные кафедры, не служили до 43 лет на военную службу по призыву. Это та категория офицеров запаса, которые, как я сказал, закончили в свое время кафедру, не служили. И возраст до 43 лет. Подлежит призыву на данный момент, это второй призыв в ноябре месяце. В целом за Украину 500 офицеров запаса, из них 41, это для Харьковской области. Одно из самых высоких, наверное, самое высокое в количественном плане плановое задание. Была проведена определенная разъяснительная работа, потому что за этой категорией офицеров запаса, если они призываются, сохраняется рабочее место, средняя заработная плата, участие в боевых действиях в зоне АТО на востоке Украины, они не принимают и проходят службу исключительно в пунктах постоянной дислокации. Следующий этап это прохождение медкомиссии и прохождение аттестационной комиссии областного военкомата, где выявляются уже, имеет ли офицер запаса или не имеет права на отсрочку. И непосредственно уже предназначение согласно военной учетной специальности, согласно того планового задания, которое пришло с Генерального штаба Вооруженных сил Украины для Харьковского областного военкомата по этим военноучетным специальностям, соответственно направление их высшие военные учебные заведения на, будем говорить, подготовку, получение практических навыков, восстановление теоретических знаний в соответствии с той военной учетной специальностью. Вчера у нас было отправлено 29 офицеров запаса в Киев, Житомир, Львов, Одессу. И сегодня у нас убыли еще 12 офицеров, 32 вчера было отправлено, и сегодня 12 офицеров, вернее, правильно, 29 вчера было, и сегодня было отправлено остальные офицеры в Харьковский институт танковых войск и Харьковский национальный университет воздушных сил Украины. Но по каким специальностям, в общем-то, происходил отбор офицеров запаса? Это специалисты радиоэлектронной борьбы, специалисты ракетно-артиллерийского вооружения, это психологи, юристы. Вот основные специальности, по которым мы отбирали офицеров. Этой категории офицеров у нас на воинском учете более 11 тысяч, находится более 11 тысяч. Поэтому в первую очередь учитывалось состояние здоровья, желание, желание офицеров запаса, потому что вот первый призыв показал, желания нет, и офицеры запаса, конечно, будут искать любые причины, чтобы не призваться. Поэтому мы сделали, все-таки уделили больше внимания качеству, даже не количеству, а именно качеству отбора офицеров запаса. Ну и, наверное, первые в Украине Харьковская область сегодня полностью высшее военное учебное заведение сдали офицеров, необходимые документы для них, и начиная с завтрашнего дня они уже приступают к подготовке, согласно программе подготовки на 44 дня. После этого они убывают в воинские части, в пункты постоянной дислокации, кроме Луганской и Донецкой областей, и на протяжении 18 месяцев проходят службу. Если на протяжении прохождения службы возникнет желание все-таки выбрать военную профессию, профессию офицера вооруженных сил Украины, они имеют право заключить контракт и уже дальше проходить службу. То есть я хочу сказать, что призыв продолжается, но Харьковская область сегодня, 13 ноября, практически плановое задание выполнила. Как по другим областям у меня пока информации нет, но у нас вот такая ситуация. Параллельно продолжается призыв на срочную военную службу. Плановое задание с небольшим резервом для Харьковской области составляет 1065. Вот резерв создается для чего? Потому что возникают ситуации, это и заболевания, и какие-то такие сложные семейные обстоятельства. Плюс при работе представителей воинских частей вооруженных сил Украины, национальной гвардии, государственной специальной службы, куда мы отправляем призывников, тоже возникают проблемы и идет отказ, допустим, по морально-деловым качествам и по другим причинам. Может быть, по состоянию здоровья. За этот промежуток времени на сегодня плановое задание выполнено на 91%, то есть предназначено в команды 91% от общего количества. Отправки будут продолжаться до 30 ноября этого года. Практически последняя команда уйдет в части вооруженных сил Украины. Если говорить по принципу, где будут проходить военнослужащие срочные службы, если мы берем участие вооруженных сил Украины, это в первую очередь учебные центры вооруженных сил Украины. После подготовки двухмесячной, для некоторых специальностей, три месяца, они тоже будут отправляться в пункты постоянной дислокации. Принимать участие в боевых действиях в зоне Атонии не будут. За этой категорией, если они официально трудоустроены, сохраняется тоже рабочее место. Средняя заработная плата при призыве выплачивается 3200 гривен и при увольнении 1500 гривен. Военнослужащие срочной службы обеспечиваются вещевым, продовольственным и другими видами обеспечения. Мы провели анализ, по крайней мере, уже прошло практически полтора месяца призыва официального и отправок. Очень большое количество призывников, которые хотят служить именно в войсках специального назначения. Это традиционно. Традиционно, да. У нас было очень много команд и практически мы уже закончили отправки учебные в центры высокомобильных десантных войск. Это части Национальной гвардии. Я хочу подчеркнуть, потому что Национальная гвардия, если мы говорим про вооруженные силы, то они будут проходить службу экстерриториально на территории других областей, кроме Харьковской. То, кроме, я хочу сказать так, слаженных боевых, хороших коллективов Национальной гвардии, хотя это характерно и для вооруженных сил Украины, по смешанному принципу будут проходить военнослужащие срочные службы в частях Национальной гвардии. Это на территории Харьковской и на территории других областей. В частности, завтра у нас отправляется команда Национальной гвардии Украины в Одессу. После завтра две команды в город Харьков, в две бригады и так далее. Поэтому и желающие, ну одна из причин, это все-таки территориально проходить, да, где-то процентов 40 от общего количества будет проходить территориально на территории Харькова, проходить службу. Значит, те призывники, которые имеют полное высшее образование, срок прохождения службы 12 месяцев, кто не имеет полного высшего образования, срок 18 месяцев, как и для офицеров запаса, которые сейчас призывались. На офицеров запаса и на военнослужащие, и на призывников, которые подлежат призыву, распространяется, согласно статье 17 Закона Украины про висковую областину и висковую службу, все виды отсрочек, как на призывников, так и на офицеров запаса. И согласно статье 18, там идет перечень, в каких случаях освобождаются призывники и офицеры запаса от призыва на военную службу. Ну есть еще, как ни крути, такие процессуальные, скажем так, возможности, да, вот у призывников или у офицеров запаса, которые не желают, как я понимаю, в общем-то, не так, к сожалению, много людей, которые выражают желание пройти воинскую службу, избежать, в принципе, вообще процедуры призыва, да, то есть это уклонение от вручения повесток, уклонение от явки, там, от прохождения медицинской комиссии и так далее. И я, конечно, чисто по-человечески понимаю, конечно, и реакцию работников военкомата, которые хотят, да, где-то эту процедуру сделать более жесткой и все-таки добиться более эффективного призыва, но пока не получается. То есть у нас там десятки тысяч, это 15, по-моему, тысяч призывников, которые так или иначе не исполняют норму закона и уклоняются от призыва. Вот что с этим делать и как с этим бороться? Потому что искушения возникают и разного рода эксцессы вот по городам, в Киеве и во Львове, они возникают. Да, значит, ну, если говорить о Харьковской области, то на сегодняшний момент находятся в розыске, и, как я говорю, в длительном розыске, это год и более не являются в военкомате, военкоматы по месту воинского учета по вызову должностных лиц районных военкоматов. Вот эта цифра на сегодняшний день составляет там 15,5 тысяч, это по военкоматам города Харькова и Харьковской области. Из них где-то в районе 2 тысяч вот впервые не явились на призывные участки районных военкоматов без уважительных причин. Это и есть нарушением воинского учета. Вот наступает административная ответственность согласно административного кодекса Украины, про административные правопорушения кодекса Украины. Там статья 210 и 211. Штраф от 119 и выше гривен. В случае прохождения медицинской комиссии и признания медицинской комиссии районного военкомата годным по состоянию здоровья призывника. Второе. В случае вынесения решения районной призывной комиссии призвать на срочную службу и предназначить в одну из команд. После этого, если призывник не является или в районный военкомат, или на отправку на сборный пункт, или же самостоятельно или самовольно покидает сборный пункт, то есть не прибывает, самое главное, на отправку войска, после этого наступает уже уголовная ответственность. Согласно Криминального кодекса Украины, статья 335, там до трех лет лишения свободы. На сегодняшний день, если говорить о осеннем призыве, у нас порядка 330 призывников привлечено к административной ответственности и переданы материалы в правоохранительные органы, согласно решению районных призывных комиссий на 8 призывников. Уже внесены в ЕРДР, есть номера этих ЕРДР. И уже непосредственно правоохранительные органы, национальная полиция уже будут разбираться и выявлять, есть факт нарушения закона или нет. Но вот смотрите, так или иначе, вы говорите о 2000 приблизительно, которые впервые не явились, это результаты этого года, из тех 15,5, то есть это примерно каждый седьмой. Из этих 2300, около 300 дел, так или иначе, да, то есть ты привлечен. А с остальными-то что? То есть все равно это седьмая часть тех, кто не явился. Вот это связано с тем, что не хватает людей для какого-то административного производства? Это связано с тем, что для того, чтобы привлечь к административной ответственности, необходимо собрать ряд документов, как и привлечь к уголовной ответственности. Это, понимаете, тоже присутствие должно быть в призывниках, где он должен был расписаться. Это ряд других документов, где он должен поставить свою подпись. А если призывник отсутствует, если его нет, ну, комиссионно составляют, акт составляют, да, представители районных военкоматов, в этом случае они передают, районный комиссариат возбуждает, вернее, составляет протокол и привлекает к административной ответственности. Но, я говорю, вот из-за того перечня документов, которые необходимо собрать для привлечения к административной, а особенно к уголовной ответственности, ну, это довольно-таки затруднительно. Зато я скажу, что по итогам весеннего призыва было передано в правоохранительные органы порядка 20 материалов, из них на сегодняшний момент 14 находятся в производстве, до сих пор не принято решение. Что, собственно, тоже негативно, в общем-то, сказывается на ответственности других призывников, которые не являются. Если бы все-таки был один, два или три были привлечены к уголовной ответственности, об этом можно было сказать. Ну, вот из 26 привлечены, ну, а остальные 14 пока находятся в производстве, то, может быть, и явка была бы намного выше. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что не все, смотрите, у нас подлежит вызову 12 тысяч. Мы всего, образно говоря, тысячу отправляем, каждого 12-го. Из этих 12 тысяч наверняка, ну, где-то по опыту 2,5-3 тысячи, это реально не годные по состоянию здоровья. Где-то 5 тысяч имеют право на отсрочку, особенно после того, как произошли изменения в законодательной базе накануне проведения призыва 28 сентября. Значит, я тоже хочу об этом сказать. Для призывников, те призывники, которые проходили обучение на дневной форме обучения и были по разным причинам отчислены, они теряли право на отсрочку. Сейчас, после внесения изменений Верховным Советом Украины в законодательную базу, если они восстановились и продолжают обучение на дневной форме обучения, они право на отсрочку не теряют, продолжают дальше. Это вне зависимости от актракции или государственной? Да, это главная дневная форма обучения, независимо от причин отчисления. Для нас, может быть, это, конечно, и негативно, особенно для военкоматов города Харькова, где очень большое количество студентов находится на воинском учете. Но я это довожу, потому что тоже студенты должны об этом знать. Поэтому я хочу сказать, и вот административное, мы говорим, административное наказание. Ну, штраф 119 гривен, понимаете? Это минимальный штраф. И многие считают так, я лучше заплачу 119 гривен, чем я пойду на 18 месяцев или на 12 месяцев служить. Но в любом случае я хочу сказать, что ситуация в Украине такая, что каждый молодой человек должен уметь защитить себя, защитить семью, район, город и в целом Украину. И должны это прекрасно понимать и сами призывники, и непосредственно их близкие родители. Я вот сейчас поднимался сюда, смотрю, охранник в такой же украинской форуме, его, зять, проходит службу по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде. В субботу торжественная встреча была бригадой, которая вышла после 13 месяцев выполнения боевых задач из зоны АТО, вышла в пункт постоянной дислокации. Поэтому я считаю, что административная ответственность на сегодняшний день должна быть выше. Понимаете, выше, потому что 119 гривен, это, конечно. Ну и самое главное, тут может быть даже не в административной, не в уголовной ответственности, должно быть сознание наших граждан. Вот буквально недавно мы вручали повестку одному из офицеров запаса, который подлежал призыву на военную службу. Пришло письмо от одного из военкомов Кривого Рога, да. Вот, они в телефонном режиме его оповестили, а проживает он на территории Харькова. Вот уже есть факт нарушения, стоит на воинском учете в военкомате Кривого Рога, города Кривой Рог. Вот, прибыл сюда, а в семидневный срок не известил, сам лично не прибыл в военкомате, не написал заявление, что он меняет место жительства. Вот, и мы вручали повестку. Повестку вручал прапорщик, который в 24-м батальоне с первых дней проходил службу в зоне АТО. Минимум был там полтора года. Вот, и он вручает повестку, офицер запаса отказывается ее принимать. Ну, в результате мы передали материалы, ну, как вот, повестку, не принятую, с объяснением письменным, передали в районный военкомат Кривого Рога, что он отказался получать повестку по этой просьбе. Потом мы говорим еще о той категории, вот, там, 15,5 тысяч, которая уклоняется. Из этого количества, ну, где-то процента 3, это та категория и призывников, и военно обязанных, которые пришли, написали заявление, что не меняют место жительства, работы и так далее, вот, сняли с воинского учета, а на новое место или учатся, или работают все, не стали. Вот, поэтому у нас вот еще на протяжении, наверное, 10-15 лет налажена взаимосвязь с районными, с областными военкоматами всей Украины, по, по крайней мере, месту определения этой категории. У нас 3-4 минуты остается до конца программы. Я бы хотел вас попросить прокомментировать ту ситуацию, которая возникла в Боровенково. Там совершенно некрасивая история, и вот как-то надо разобраться. История все равно, так или иначе, опять связана с вручением повестки. Ну, она даже не с вручением повестки, там связано с... Пришло распоряжение, согласно постановлению КМО 951 от 6 декабря 2016 года, пришло руководителю предприятия, это директор музыкальной школы, пришло распоряжение, чтобы он предоставил, ну, обеспечил явку, в том числе, своего сына, который работает в этой музыкальной школе. Значит, 9-го числа, накануне праздника культуры, если не ошибаюсь, он в конце дня пришел в военкомат, начал говорить, что он сын не может прибыть, потому что завтра праздник, он будет вручать грамоту, на что военкомат ответил, что, ну, письменно сообщите нам. Вот, потом он начал, ну, в общем-то, снимать, делать видеосъемку, его попросили выйти. Вот он не выходил. Работники военкомата вызвали полицию. Вот, произошло непонятно на сегодняшний момент действие, в результате которого государственный служащий военкомата получился с переломом носом и сейчас находится в районной больнице. Пострадал и директор музыкальной школы. Моим приказом сейчас проводится, вот с 10-го числа, как я узнал об этом, проводится служебное расследование, по результатам служебного расследования, соответственно, на сайте Харьковского областного военкомата будут материалы этого расследования, проводит оперативное командование СХИД, служебное расследование, и в результате у нас две, есть два заявления, это гражданина Ткаченко и государственного служащего военкомата, национальную полицию. Я хочу сказать, я исключительно за то, чтобы расследование проводилось объективно, реально, и должностные лица, вот, была определена реальная их вина, и были, понесли наказание. Понесли наказание. Если виноват военкомат, военкомат должен понести, или конкретные должностные лица, понести очень жесткое наказание, ну, в соответствии с законодательной базой. Если виновен в чем-то директор школы, то тогда и он, как должностное лицо, должен понести наказание, как гражданин Украины. Поэтому я исключительно за реальное расследование. Всю информацию мы будем размещать на сайте Харьковского областного военкомата открыто, прозрачно и объективно. Сколько может длиться такого рода расследование? Расследование, согласно моего приказа, до 25 ноября. Так, расследование, которое оперативное командование проводит, наверное, тоже, может быть, сроки будут сокращены, тоже до этого. Но самое главное, поступило два заявления, они внесены в ЕРДР. Это дело нацполиции? Конечно, это уже дело правоохранительных органов, которые должны дать реальную, объективную оценку. Мы будем надеяться, что они тоже будут достаточно оперативны, потому что дело получается резонансным, тем более компания сложная, компания не закончена. Я хотел бы добавить, что как раз Барвенковский военкомат призыв уже выполнил на 106%. Тут уже больше связано с воинским учетом. С воинским учетом призывников, ну, в первую очередь, призывников и, может быть, военнообязанных, которые там работают на предприятии. То есть, какой-то критической ситуации, когда необходимо было именно в этот день, этого человека не было. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что смотрели. А на сегодня на этом все. До свидания, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!